Экологическое ЧП в Молновке, мертвая зона для скорой и Димитровградцев просят пока не умирать. Эти темы на протяжении нескольких недель не сходят со страницей экранов региональных и федеральных СМИ. В студии издательского дома «Ульяновская правда» Наталья Васильева. Здравствуйте. И прямо сейчас время честных ответов на справедливые вопросы. 26 августа в Ирпомоловке произошло экологическое ЧП. Две лагуны не выдержали скопившихся отходов и прорвались. Барда, отходы спиртового производства хлынули по дорогам поселка и в огороды сельчан. Три недели вся Ульяновская область следит за тем, как ведутся работы по ликвидации последствий. Происшедшее постоянно обрастает слухами, домыслами, предположениями и, конечно же, критикой в адрес властей разного уровня. Предлагаю вспомнить, с чего все началось. ЧП произошло в Молновке ранним утром. Один из отстойников Барда не выдержал скопившихся объемов отходов и прорвался. Все нечистоты перестекли во второй. Невооруженным глазом видно, что Барда переливалась через край. Дальше прорвалась дамба и зловонные массы полились в пруд красотка. Это видео очевидцев снято приблизительно в 12 дня. Сила потока ошеломляет, но это не мудрено. Площадь только одного отстойника равна примерно футбольному полю. Плюс высота дамбы составляет почти 8 метров. Даже специалисты не могут подсчитать, сколько же там было кубических метров отходов. Мы застали с ним уже первый поток той жижи, которая вытекла. Но не сказать, чтобы жижи. Понимаете, той вот густоты, которую мы привыкли называть Бардой, это не было. То есть была, ну как бы визуально была вода, но очень сильно мутная, загрязненная. То есть вот я и снимала видео, но поток был, конечно, колоссальный. Именно благодаря Ольге информация оперативно дошла до региональных властей. Ситуация в Меликесском районе имеет все признаки чрезвычайной. На Муловском заводе случился прорыв одной из емкостей системы утилизации отходов производства. По моему поручению, на место незамедлительно выехал председатель правительства Александр Смекалин. Экстренные службы и полаги, руководитель администрации района, сообщается на странице губернатора. Буквально через час на место ЧП прибыл и сам Александр Смекалин. Председатель правительства лично сформировал штаб по устранению ЧС и побывал на каждом пострадавшем объекте. Председатель правительства заверил – все под контролем. Угроза от данных, так скажем, данной аварии питьевым источникам нет. Угроза подтопления жилых домов также отсутствует. В свое время специалисты МЧС, руководство завода и руководство муниципалитета привлекли соответствующую технику и, соответственно, отсыпали путь движения этой барды. Поэтому ничего не угрожает ни жизни, ни имуществу людей. В данный момент на месте ЧП работают и правоохранительные органы. Они разрабатывают две версии произошедшего. Первое – это то, что дамбы просто не выдержали скопившегося объема барды. И второе – что кто-то намеренно повредил гидросооружение. Результаты проверки будут известны уже в ближайшие дни. Что касается каскада прудов, в которые попала барда, пробы показали, что кислотность в уровне водоема в пределах нормы. Но шлюзы на красотке пока временно перекрыли, чтобы не допустить распространения барды в случае ее попадания в водоем. Кемран Кичимайкин, Виталий Немов, Демград-2. Сегодня в нашей студии присутствует директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Гульнара Эсфановна Рахматулина. Здравствуйте. Здравствуйте. И главный ветеринарный врач Меликевского района Андрей Александрович Сидоров. Добро пожаловать. Итак, давайте начнем наш разговор вообще с цифр, может быть. Сильный ущерб, урон нанесен в данном случае РП Муловка, прудам. Это реально ЧП? На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия по выявлению непосредственно виновника произошедшей ситуации. Это первое. И второе. Управлением Роспроводнадзора по Ульяновской области возбуждено административное дело в отношении неизвестного лица. То есть на сегодняшний день, пока работа по выявлению проводится, и сказать, кто виновен, да, мы не можем. Ну, понятно, что непонятно, кто виновен в произошедшем, да, что как-то произошло. Да, ситуация произошла, как бы факт вот на сегодняшний день имеется. Работы по данной ситуации были начаты незамедлительно, непосредственно на пруду красотка. Что касается пострадавших, да, кто у нас в числе пострадавших? В числе пострадавших, наверное, непосредственно сам пруд красотка, в который попала борда. Хочется отметить, что Министерством сельского хозяйства получены протоколы испытаний по почве. Данные протоколы нам предоставила станция агрохимической службы Ульяновская. По результатам протоколов превышение именно загрязнения почвы не выявлены. Замеры были взяты в точках, непосредственно где шла сама барда по дороге. Также почву брали на анализ в огороде жительницы, куда попал поток. И непосредственно почву на анализы брали в водоохранной зоне пруда красотка. Повторюсь, что вот согласно протоколов испытаний превышений по ингредиентам не выявлено. А как быть с заявлениями жителей, что у них погиб урожай? Почерневшая клубника, земляника, испорченная морковка. Да, на эту тему, наверное, можно будет поговорить после того, когда пройдут все следственные мероприятия, и там уже будем разговаривать непосредственно по урожаю и так далее. То есть сказать о том, что урожай пострадал от этого ЧП, пока нельзя? Ну, наверное, пока еще рано. Нужно все-таки дождаться непосредственно результатов тех мероприятий, которые проводятся на сегодняшний день. Я не уверена, что жители Муловки разделяют ваш оптимизм и терпение. Андрей Александрович, да, скажите, пожалуйста, состояние прудов на данный момент каково? Давайте я вот сначала про урожайское, дополню коллегу. Понимаете, вот та жидкость, которая разлилась, вот как уже в сюжете сказали, то, что это бардой назвать нельзя, это мутная жидкость, непонятная вообще субстанция, которая имела в десятки раз завышенный показатель по аммиаку, в десятки раз завышенный показатель по кислотности, и вот эта вот субстанция, когда она попадала на непосредственную растительницу, она их просто сжигала. То есть я вот здесь считаю, что ущерб нанесен как раз той плодовощной продукцией, которая имелась на огородах. Что касается ситуации по прудам, то с 26 числа по поручению председателя правительства Ульяновской области Смекарина Александра Александровича, нашей ветеринарной службы, но это не только в рамках полномочий, а то, что наша испытательная лаборатория прошла аккредитацию, мы определили контрольные точки и начали проводить ежедневный мониторинг ситуации. То есть если на 28 число, ну хотя вы и сами там находились, видели, что ситуация была катастрофичная, то в результате предпринятых действий на сегодняшний день можно сказать, то что пруд фабричный, все показатели в пределах нормы, ну а по пруду красотки, конечно, остается ряд вопросов. Это прежде всего у нас превышение углекислого газа, заниженное содержание кислорода, но хотелось бы отметить, что такие опасные вещества, как аммиак, пришли в норму в данном пруду. Ну, черный юмор местных жителей, что теперь у них есть свое мертвое озеро, имеет место быть? Знаете, все озеро мертвым назвать нельзя, но большая его часть, вот это вот зеркало, где вот непосредственно происходили процессы брожения, куда вносилась известь, вот там на сегодняшний момент можно сказать то, что жизни нет. Где исток озера, и где впадает Менгулевский пруд, там на сегодняшний день еще жизнь продолжается, рыба есть. То есть теплится, Надежда. Теплится. Рыба до последнего борется. Да. Наверное, как и люди сейчас, я так понимаю, что 10 лет муловчане, они били во все колокола, обращались куда только можно со своей проблемой по поводу работы спиртозавода, предполагали, что именно его производство отравляет пруд, гибнет рыба. В общем-то, я так понимаю, что сейчас активно ведутся какие-то работы на обоих прудах. Да, хотелось бы. Какие работы производятся на сегодняшний день? Хотелось бы сказать, да, что Министерством сельского хозяйства, несмотря на произошедшую ситуацию, 31 июля был разыгран аукцион, до всей этой ситуации, на выбор подрядной организации, которая разрабатывает проектно-сметную документацию для последующей реабилитации пруда. То есть у нас мероприятия именно по реабилитации пруда «Красотка» были запланированы еще в начале 2017 года. На сегодняшний день, значит, данная проектная документация разрабатывается. Подрядной организацией проведены инженерно-геологические изыскания. По результатам данной работы на 2019 год запланированы мероприятия непосредственно по реабилитации пруда «Красотка». То бишь, будет слив воды «Красотка» и затем непосредственно очистка донных отложений, именно иловых. По предварительным результатам гидрогеологии, максимальная глубина залегания – это порядка полутора метров. То есть данные иловые отложения будут изыматься и непосредственно вывозиться как изоляционный слой на полигоны ТБО города Димитровграда. Хотелось бы отметить, что данные иловые отходы относятся к категории опасности 4-й, 5-й. То есть они будут являться непосредственно изоляционным слоем для полигона. То есть куда-то вне они вывозиться не будут. То есть через Димитровград, КАМАЗами, самосвалами пойдет? Нет, знаете, во-первых, нет. Отходы пойдут, да? Это не отходы, это непосредственно вот эти вот иловые отложения, они будут выморожены, затем будут высушены и непосредственно уже будут вывозиться в спецъемкостях на полигоны. Это превосходный именно изоляционный слой, что непосредственно препятствует возгоранию полигонов и так далее. Также хотелось отметить, что в рамках программы охраны окружающей среды на 2019 год запланировано мероприятие по ремонту ГТС на данном объекте. Но в связи со сложившейся ситуацией, так как будут проводиться мероприятия по сливу воды, мероприятия по ремонту ГТС перенесены на 2018 год, чтобы два раза нам не сливать воду, не тревожить данный пруд. Мы пополним копилочку черного юмора жителям уловки, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Ну, наверное, да. То есть, но мероприятия, опять-таки повторюсь, да, мероприятия были запланированы на данном объекте, но ситуация произошла, да, со сливом барда. Ну, видимо, природа устала ждать, когда же про нее вспомнят и займутся, да? Ну, про нее. Скажите, пожалуйста, известь, реагенты, очистка прудов сейчас предпринимается большое количество усилий разными совершенно инстанциями, фирмами. Людям обещали, что через неделю после начала обработки водоема и земли специальным реагентом, это заявил представитель уфимской фирмы, через неделю тошнотворного запаха не будет. Ну, знаете, по крайней мере, вот я ехала, когда через мыловку сидели на запись программы, то, соответственно, я не знаю, как, может быть, вы не чувствовали, а я вот чувствовала запах барды, кто обманул? Или не просчитали, я не знаю, количество реагентов? Где ошибка произошла? Или это просто банальное желание немножечко успокоить местных жителей, которые уже готовы буквально на все, все высшие стоящие инстанции обойти? Да, действительно, было дважды произведено известкование пруда «Красотка». Один раз провели известкование прудо-фабричной, и на прошедшей неделе внесли разработанный реагент «Дарсан», разработала уфимская фирма, которая специализируется на ликвидации аварий нефтяной и химической промышленности. Но заявление о том, что запах полностью исчезнет, я считаю, немного некорректно было сделано, потому что... Но оно было сделано, понимаете, и люди этого ждали. Во-первых, закончили вносить реагент 11-го числа, то есть неделя еще не прошла, но вот такого резкого гниющего запаха на сегодняшний день нет. У каждого у нас свое обоняние, и каждый по-разному слышит запах. На сегодняшний день, да, есть запах, есть запах затклой воды, который, как вы знаете, с 28-го числа были перекрыты шлюзы, и «Красотка» у нас находилась без движения. На сегодняшний день пруд, это как любой живой организм, требуется то, чтобы он переболел. На сегодняшний день для создания движения воды в пруду Красотки производится подача артезианской воды непосредственно с самого завода, и также открыли шлюзы на пруду Красотка, чтобы подавалась свежая вода. Ну, вот я думаю, что до конца, конечно, от этого запаха затклости быстро избавиться навряд ли получится, но, думаю, в течение месяца. Вот этот запах, он может как-то повлиять на здоровье людей, которые живут в Муловке? Все чаще звучат претензии в адрес, ну, вернее, от местных жителей, что у них обострились хронические заболевания, то есть аллергики, те просто сейчас на лекарствах живут. Это может как-то повлиять этот запах? Ну, понимаете, ну, тут надо бы спросить у медиков, сколько обратилось людей в Муловскую больницу, понимаете, мы все разные. Чисто теоретически, может это повлиять? Вот я нахожусь, можно сказать, 19 дней на этом пруду, вот по мне никакой реакции нет. Но человек, который страдает астматическими заболеваниями, ну, в принципе, возможно обострение. В воздухе, я так понимаю, что замеры были в том числе сделаны замеры воздуха, да? Были ли какие-то вредные вещества обнаружены? Росприроднадзор проводил замеры, на сегодняшний день я данной информацией не обладаю. Хорошо. 10 лет люди просили обратить внимание на происходящее в Муловке. Более или менее подуспокоились местные жители, когда вот это все случилось и завод приостановил свою работу. Сейчас появилась информация, что Гиппократ возобновил свою работу, так ли это? Да, на сегодняшний день работа завода запущена на 10%. Хотелось бы также отметить, да, что завод предоставил контракты на покупку системы оборотного водоснабжения. На следующей неделе эта система заводом будет монтироваться. И данная система полностью исключит сброс воды в пруд «Красотка». А как ему разрешили начать работу, если у него нет еще вот этой системы, которая исключит сброс? То есть получается, в принципе, то, на что жаловали жители, сейчас опять имеет место быть? Нет, также хотела сказать, что если, например, рассматривать Барду, завод отхода Барды уже никуда не сбрасывать с 10-го числа, так как на предприятии 10-го числа был запущен цех по сушке Барды. То есть сбросы Барды с 10-го числа не производятся заводом непосредственно. Говорили о том, что будет производственный контроль усилен. И опять-таки, да, хотелось бы обратить внимание, опять-таки я возвращаюсь к протоколам, да, по воде, если просмотреть замеры, предоставленные гидрометом, да, федеральной службой, тип, та вода, которая была принята, которая была, пробы воды, которые были изъяты в Менгулевском пруду на входе, да, и те замеры, которые у нас уже, воды, которые завод сбрасывает в пруд красотку, они по некоторым показателям даже лучше тех показателей, которые непосредственно присутствуют на входе пруда Менгулевский. По поводу усиления производственного контроля на сегодняшний день, в ветеринарной службе разработана программа производственного контроля, приступили к работе уже непосредственно на самом заводе. Также Росприроднадзор осуществляет контроль качества сточных вод, и само производство зеленки йода осуществляет контроль Роспотребнадзора. То есть на сегодняшний день вы считаете в три раза усиленный контроль за производством. Если говорить о том запахе, который сейчас существует в Муловке, можно ли это говорить, что это исключительно запах борды, или же все-таки это запах канализации, о чем говорили, ну, скажем, несколько месяцев назад местные жители вот здесь же у нас в программе? Да, хотелось бы отметить, да, что и запах канализации тоже присутствует. И вот во вторник непосредственно в Министерство сельского хозяйства поступила жалоба от жителей с фотофиксацией о том, что непосредственно в пруд фабричный идет сброс жидких бытовых отходов непосредственно от населения. То есть жители призывают даже в соцсетях своих соседей, да, по поселку прекратить данные сбросы и не загрязнять пруд фабричный. То есть данная жалоба к нам поступила, сейчас она будет также рассматриваться. Контроль за ситуацией в Муловке будет продолжен, потому что сейчас к нему действительно, к Муловке приковано внимание большого количества людей и не только регионального, но и федерального уровня. Спасибо, до свидания. До свидания. В редакцию портала «Димград-24» обратили жители села Собакаева Меликесского района. Люди возмущены отношением местных медиков к здоровью сельчан. Когда-то в этом здании сидели медики, однако теперь на нем большой замок. Последний фельдшер уволился по заверениям сельчан примерно 4 года назад. Сельчане серьезно беспокоены своим здоровьем, ведь даже скорую сюда вызвать практически невозможно. Причем, по словам людей, страдают от этого не только жители Собакаева и района ПМК, но и окрестных деревень. Причина невыеда скорой на вызовы, по словам обратившихся в нашу редакцию, всегда разная. То людей нет, то бензина. Но за каждым сэкономленным рублем может скрываться трагедия. Калине Осинской было 56 лет. В июне этого года она перенесла микроинфаркт и была направлена на лечение в Новомайенскую больницу. По словам дочери, в августе врачи решили отпустить пенсионерку домой. К вечеру женщине стало плохо, и она попыталась вызвать скорую. Однако, уверяет Индира Садулина, женщине отказали в выезде. В час ночи мама мне звонит. Казым мне очень плохо. Я поднимаю по ее разговору, что у нее произошел инсульт. Она говорит, у меня лопнул что-то здесь в голове, в шее. Я говорю, мам, говорю, я не могу понять, может тебе кажется, говорю. Она нет. Я говорю, вызови скорую. Она звонит в скорую, скорая ей отвечает. У вас давления нет, у вас температуры нет, мы не приедем. Утром ее мама уже была парализована на правую сторону. После нескольких звонков в Новомайенскую больницу скорая все же приехала. Потом состояние женщины вновь ухудшилось, и дети решили отвезти ее в Новомайенскую больницу. Но спастись женщину медикам не удалось. Мы не звоним просто так. Мы звоним тогда, когда нам плохо и больно, когда мы очень сильно болеем. И у нас очень много смерти. И год назад моя бабушка тоже умерла. Мы вызвали скорую, не приехали. Мы два дня ждали терапевта. Она не приехала. Она уже приехала, когда моя бабушка умерла. Она просто констатировала смерть. Почему медики решили экономить на жизни и здоровье людей, мы решили узнать непосредственно у главврача Новомайенской больницы. По версии руководителя медицинского учреждения, сельчане сгущают краски и перевлечивают масштаб трагедии. Отказов, о которых вы говорите, систематических, по таким причинам, во всяком случае у нас не было зарегистрировано ни разу. Сами люди к нам никто ни разу не обратился. То есть ни в администрацию, никому нам об этом не было известно, о том, что скорая помощь так себя ведет. Вот. Ну, я просто могу немножко как примечание сделать, что чаще всего работники скорой помощи у нас жалуются на то, каким образом у нас подаются вызыва. По версии медиков, работники скорой терпят хамство со стороны жителей. Что и неудивительно. Ведь обслуживают 10 поселений с населением в 9 тысяч человек, всего одна скорая и один фельдшер. Наверняка просто не успевают везде. Вот социальное напряжение растет. Что касается вызова Галины Осинской, то версия медиков такова. Она звонила, сама общалась с фельдшером, вот, и просила совета. Она не могла заснуть, у нее была боль в ноге. Водитель, фельдшер с ней поговорил, дал ей совет. И она, когда перезвонила уже, звонила уже ночью дочь, и звонила она на скорую помощь, не на нашу. Она обращалась, звонила, делала вызов на городскую скорую. В течение трех минут водитель выехал. Документация идет у нас и по ГЛОНАССу, и по журналу. Все это можно проверить, комиссия это все проверит. Вот, выехали, доезд был в течение 20 минут. Ну, тут где-то километров так, 10, может, 12 ПМК в роли. Доезд был вовремя. В час 36 фельдшер находился на вызове. И уехал только тогда, когда ей стало лучше. Кто здесь прав и кто виноват, рассудит проверка, инициированная региональным министерством здравоохранения и социального благополучия. В данный момент больницу инспектирует замминистра здравоохранения области Инна Чигирева. Кемаренко Чемайкин, Виталий Немов, Демократ 24. Итак, сегодня в нашей студии отвечать на вопросы, которые прозвучали в данном видеоматериале, будут референт отдела лицензирования и ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, беседина Марина Васильевна, а также исполняющая обязанности главврача Новомаинской больницы, Коплевская Елена Викторовна. Здравствуйте. Добрый день. Марина Васильевна, наверное, первый вопрос к вам будет. Скажите, пожалуйста, проверка идет, проверка завершена или только начата, вот по факту, указанному в сюжете. Да, на основании приказа Министерства здравоохранения и семьи и социального благополучия Ульянской области проверка у нас начата с сегодняшнего дня по законодательству 20 рабочих дней, поэтому по результатам проверки уже будут какие-то выводы. Что конкретно будут смотреть, проверять, какие документы будут запрашивать ваши специалисты? Значит, медицинская помощь у нас вообще регламентирована требованием федеральных нормативных документов и региональных нормативных документов, поэтому проверка, которая проводится в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, она предусматривает контроль выполнения требований нормативных документов. Мы непосредственно запросили документацию у медицинской организации в Новомаинской городской больнице, вот, и по предоставлению уже будем проверять. — То есть, с какого числа будут готовы уже результаты? — У нас окончание проверки по приказу 12 октября. — Хорошо, спасибо. То есть, я думаю, что вы обнародуете результаты проверки. Я правильно понимаю? — Ну, понимаете, к сожалению, не все. Мы можем обнародовать результаты, которые не относятся к оглашению врачебной тайны в соответствии с 323-м федеральным законом. — Хорошо, но в любом случае результаты те, которые вы можете обнародовать, вы обнародуете. — Хорошо. Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, как же так получилось, что скорая помощь не доехала до пациента? — Ну вот, учитывая то, что я не могу говорить больше, чем мне положено, согласно законодательству, я скажу только одно, что в данном сюжете о тех вызовах, о которых была речь, непосредственно вызов, который поступил как вызов на скорую помощь, он был обслужен, о том, как я сказала, в сюжете, в течение 20 минут. То есть это было конкретное обращение на скорую помощь с ухудшением, резким ухудшением состояния. Тот случай, о котором говорится в сюжете вечерний, что вечером ночью стало плохо, это было не обращение на скорую помощь, это был звонок фельдшеру скорой помощи за советом. Просто, как пациентка обратилась, сказала, что ей нужен совет по определенным причинам. Все, но это был не вызов скорой помощи. — Получается, что сельчане обманывают нас? — Не комментирую. — Ну что ж, это ваше право. Просто так получается, я прекрасно понимаю, что действительно здесь было озвучено, что на 10 тысяч человек одна бригада скорой помощи — это действительно тяжелый труд, и врачи — это одна из самых сложных профессий. Мы никоим образом не хотим обидеть кого-то из персонала Новомайнской, Новомалаклинской больницы или сотрудников скорой помощи, но тем не менее. Дело в том, что эта история не единичная, просто мы ее взяли за основу этого материала. Дело в том, что нарекания в адрес работы бригады скорой помощи высказывались и другими жителями, которых вы видели было достаточно много. И я сильно сомневаюсь, что они между собой все родственники, которые сговорились для того, чтобы порочить и пожаловаться. Вы допускаете мысль, что было некорректное поведение, либо неправильно принят вызов со стороны скорой помощи? — По данному случаю я не допускаю такого вопроса. По поводу того, что, как было сказано, что это система, что это анархия в работе, с этим тоже не могу согласиться. Но тем не менее, может быть и такое, что был некорректно подан вызов. Может быть, фельдшер скорой помощи и посчитал на основании опроса пациента о том, что это не экстренный, не вызов именно скорой помощи, который мог повлечь за собой ухудшение состояния. То есть он мог посоветовать, бывает такое, что идет совет, фельдшер видит, что там нет экстренной первостепенной помощи, потому что параллельно бывает поступают вызова в другие места, которые могут быть гораздо более серьезными. И он мог сказать, что в данном случае вызов не экстренный, примите, допустим, таблетку, что-то мог дать, я говорю гипотетически, может дать такой совет. И в случае, допустим, если не стало лучше, перезвонить. Такое бывает. Я это допускаю. Возможно и допускаю, что фельдшера могут злоупотреблять тем, что они ночные часы бесконтрольны. Но просто со стороны жителей, вот я хочу сказать, что те вызова, которые действительно поступают как вызов, мы видим, что это экстренная ситуация, машины доезжают тут же. И отказов по поводу того, что бензина, там нам сказали, в сюжете было, что бензина нет и что лекарств нет, это вообще абсолютный нонсенс. Это приоритет, скорая помощь приоритет. Детские вызова – это приоритет. То есть это то, на которое вызова, скорая помощь выезжает вообще немедленно. Единственное, что может произойти, помешать экстренному вызову, вот такому вот, доезжая до 20 минут, это то, что бригада может быть уже до этого, на момент поступления вызова, она может быть на каком-то другом вызове. Но в данном случае, когда этот материал появился в сети, вы же наверняка уже просматривали журнал «Скорой помощи», там был какой-то другой экстренный вызов? Нет, там другого экстренного вызова на тот момент не было, но и вот в 00 часов зарегистрировано в журнале, вот это как обращение. То есть у нас есть журнал «Вызывов» непосредственно, и есть «Вызывов» обращения населения. Так вот, вот первый случай, вот это в 00 часов был зарегистрирован как обращение пациентки, просто за советом. Но если верить словам дочери скончавшейся женщины, то есть под утро она была парализована уже на одну сторону часть тела, то есть, соответственно, мы же можем предположить, что человек, он не обязан пациенту знать алгоритм действия, либо как правильно о себе рассказать диспетчеру, который принимает вызов, где и как, и что у него болит. То есть, к тому моменту она вообще могла уже даже, ну, практически не понимать, что происходит и как правильно ей описать ситуацию. Но дело в том, что когда фельдшер вызвал, когда именно был вызов в 7.25, и когда фельдшер приехал и описывает, там есть описание, специальный талон, в котором признаков инсульта, то есть нарушения мозгового кровообращения у пациентки не было. Пациентка была адекватна, она разговаривала, конечно, ей было трудно, была одышка, ну, я не могу, не могу, простите, говорить. Вот, ну, то есть, именно фельдшер в осмотре не указывает того, что пациентки, я спросила, целенаправленно, был ли на момент твоего осмотра признаки ОНМК, вот там дочка, что ее парализовал, этого не было. И скорая помощь уехала только после того, час 36, машина была на вызове у данной пациентки. Все зарегистрировано в журналах и по ГЛОНАССу, когда машина выехала, когда машина пришла, то есть это все, ну, результаты проверки, они будут оглашены. Проверка будет, я понимаю, будет достаточно серьезная, потому что вопросы, конечно, серьезные. Потому что человека не вернуть, и сейчас здесь у родственников главный вопрос, виноваты, что нет матери в медике. Ну, о том, что виноваты медики в том, что произошло, или не виноваты, если идет разбирательство, если это нужно будет, скорее всего, возможно, после министерской проверки, возможно, это будет и прокурорская проверка, возможно, и судом придется доказывать свою невиновность. В принципе, мы к этому готовы. Вот, если говорить об этом случае, я вам уже сказала, в первом случае было просто устное обращение за советом, второй раз утром в 7.25 это был вызов по скорой помощи, фельдшер выехал, все это зарегистрировано в журнале, все это легко проверяемо. Сейчас у нас нет никаких, как говорится, зон, чтобы где-то можно было скрыть, где-то можно спрятать. Все, компьютер, телефон, и кроме того, вызов нам поступил не от самой дочери, а именно из города Димитровграда. Ну, видимо, отчаявшись получить помощь в районе, они дозвонились до Димитровграда, такое может быть? Я думаю, что такого не может быть, потому что если бы не звонили, он бы и приехал. То есть, если вот ночь прошла, 0-0 часов, 7.25, если бы был звонок в промежуточное время, он бы был зарегистрирован, фельдшер бы приехал, обслужил его. То есть, до 7.20 вызова не было, и вызов был непосредственно не от них, а со станцией скорой помощи города Димитровграда. Марина Васильевна, скажите, пожалуйста, вот в данном районе, на данном участке ведется ли аудиозапись разговора фельдшера и пациента? Ну, опять же, оговорюсь, что пока материал еще для проверки нам не поступил, но, насколько мне известно, аудиосистема не установлена в этой больнице. А вообще планируется ли ее устанавливать? Вопрос к главному врачу. По порядку, да. Порядком предусмотрено, телефоны должны быть оснащены аудиозаписью. Для чего это нужно? Конечно. Чтобы иметь возможность как раз оценить, насколько жалобы пациента соответствовали определению диспетчером экстренности вызова. Вот для этого. Никита, чтобы еще зарегистрировать то, что это действительно было, было или не было вообще обращения, было или нет звонок, это же все будет отслеживаться тоже. Но здесь мог иметь место так называемый человеческий фактор? Все-таки ночь, поздно. Фельдшер тоже человек. Ну, фельдшер у нас работает, скорая помощь у нас работает с 17.00 до 8.00, то есть это не суточное дежурство, это определенная смена, в которую люди приходят подготовленные. У нас нет ни одного фельдшера, который страдал бы какими-то заболеваниями, которые бы позволяли им прийти на работу неготовыми. Бригады у нас молодые, но тем не менее фельдшера у нас подготовленные, они проходят у нас все, что нам предполагается по обучению, они с опытом, это не только выпускники, то есть это люди, которые же поработали по опыту. И по данному полу, кстати, вот к этому фельдшеру, к нему было больше никогда не было претензий, у него очень много благодарности от людей, которым он приезжал на вызыва. Я не могу сказать, что именно по отношению к нему, что имел место бы факторы, что он бы не принял, будучи там, находясь там, и он бы не принял, не поднял бы трубку, этого просто не может быть. — Скажите, пожалуйста, я вас перебью, извините, в рамках проверки, которая будет проводиться, будут ли опрошены, обратившиеся в редакцию портала Демград-24 жительницы? — Уже выезжал к ним заместитель министра Чигирёва Инна Борисовна, она с ними уже беседовала, с родственниками пациентов, вот, ведомственный контроль не предусматривает проведение опроса пациентов, но поскольку Инна Борисовна уже беседовала, поэтому, конечно, мы с ней будем обсуждать при оформлении акта, составлении предписаний, все это будет обсуждено. — Спасибо большое, у меня больше нет вопросов, спасибо, всего доброго, самое главное, будьте здоровы. — Спасибо. В Демидравграде во втором по величине городе Ульяновской области произошел настоящий социальный взрыв. Чиновники решили расширить кладбище в сторону жилых домов. Жители поселка Дачный не хотят соседствовать с покойниками. Между тем, на городском погосте заканчиваются места для захоронений. О том, как решается эта проблема, в нашем следующем сюжете. Если тема отсутствия мест на кладбище Демидравграда касается всех жителей города, то найденный путь расширения границ погоста не устраивает конкретно жителей близлежащего поселка Дачный. Люди свою позицию отстаивают капитально, с эмоциями, но без лишней суеты и даже с серьезными документами. — Когда начали строить школы, когда вырыли котлован, столкнулись, строились ли с чем? У нас тут подводная река. Следовательно, что в новой годы пойдут через школу. — Так они не уделены на базе, что они не уходят на базе. То, что в наши путешествия, они ничего не знают. Умные люди, да, я, конечно, не сильно разбираюсь, но они стены от каждого года. На водонаводной башне по течению 500 метров. Жители поселка Дачный против подобного расширения еще и потому, что после захоронения в организме умершего происходят различные процессы, в результате которых, по их словам, выделяются вредные химические вещества, жидкие и газообразные. — Нам найти новое кладбище и опорим на него документы. Необходимо два года. — А что мы хотим? Перенос нового кладбища возможен, но на это нужно время. Не менее двух лет. Потому что у города нет собственных земель. Чтобы получить согласование на новый участок земли, нужно пройти многочисленные федеральные инстанции. Получается, что выхода у людей нет. Либо они, собрав все силы в кулак, терпят два года и не умирают, либо, как слоны в азиатских легендах и мифах, предчувствуя свою кончину, покидают родные места и уходят в отдаленные уголки, чтобы почить в Бозе. — Мы столкнулись с такой проблемой, что мы должны прийти к какому-то с вами консенту. Мы должны с вами поговорить. Я к вам сюда приехал не для того, чтобы с вами воевать, чтобы вас там нигде можно выезжать, аскорблять. Я пришел с вами договориться. Нам прийти надо к какому-то консенту. Давайте по-человечески соберем рабочую группу. При этом компромисс людям был предложен. Глава города отметил, что сейчас рассматривается возможность хоронить не с левой стороны, ближней к поселку, а с правой, в сторону леса. Но и такой вариант устраивает далеко не всех. Однако время на принятие окончательного решения у димитровградцев все-таки ограничено. Бессмертие остается лишь светлыми мечтами человечества, а места на существующих межквартальных кладбищенских аллеях остается все меньше. И вот сегодня на эту, я даже не знаю, как сказать уже эту тему, да, у нас сегодня как-то вся программа подобралась. Вопросы жизни и смерти, да. Вот мы с таким вот заключающим блоком взяли димитровград. Сегодня на наши вопросы будем искать совместно ответы вместе с главой димитровграда Алексеем Михайловичем Кашаевым и представителем жителей поселка Дачная Сергеем Викторовичем Ижбалдиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Сергей, первый вопрос вам. Почему жители поселка Дачный категорически против расширения имеющегося кладбища? Чего боятся люди? Ну, сюжет смотрели и думаю, что повторюсь. Дело в том, что на сегодняшний день кладбище расположено выше по склону, чем поселок Дачный. И на этом склоне находятся, соответственно, жилые дома и в том числе водозабор. Вот. У нас артезианская вода, скважина глубокая. Вот. Так как водный пласт залегает неглубоко, вот. Поэтому первая опаска – это, конечно, питьевая вода и, соответственно, все, что к этому прилагается. Но, с другой стороны, понимаете, нам сейчас предлагают на сегодняшний день кладбище расширить до размеров 65 гектар. Что в корне противоречит тем санпинам, где сказано, что кладбище не может превышать 40 гектар. У нас сегодняшний день старое кладбище занимает площадь 36,5 гектара. И поэтому возможность его расширения, скажем, до 40 гектар очень ограничена. Ну, в принципе, я думаю, что администрация города, все в их силах, они это могут сделать, найти решение, принять на себя ответственность. Но расширять кладбище до 65 гектар жители поселка просто не дадут. Это мнение всего поселка, потому что, в первую очередь, это касается именно этого района. Наш район, он, понимаете, как бы обособленный от всего города. И вот именно волей судьбы в нашем районе, в районе нашего поселка находится городское кладбище. На сегодняшний день та схема, которая была предложена Алексеем Михайловичем, она, понимаете, не удовлетворяет многих по нескольким причинам. Первое – это то, что люди боятся того, что кладбище будет расширено, то есть начнут расширять его на том месте вырубки, которое уже произведено. Кстати, незаконно идет следствие. И в дальнейшем это может перерасти большой, огромный участок, что превысит те гектары, которые положены по закону. Второе – это то, что неоднократно, каждый год поднимаются вопросы проблемные на поселке Дачном. И практически они остаются таковыми быть из года в год. Нерешенными. Да, то есть решается часть вопросов, я не хочу сказать, что все не решается, но основные моменты, они просто из года в год не решаются. Не знаю почему, потому что, как правило, глава администрации города Димитровграда меняется с постоянством. С постоянством, да, извините. Вот, год-полтора, и все, человек уходит, вопросы не решаются. И поэтому доверие к власти среди граждан, горожан, значит, поселка Дачного, оно просто утеряно. То есть я сейчас понимаю, вы говорите о том, что жители поселка Дачного, они не верят, что за те два года, которые Алексей Михайлович попросил определить властям, Димитровградским дать на поиск новой территории, что это случится, как обещано, да? Конечно, это первое. Не верят и не поверят, потому что аргументов для расширения кладбища до таких размеров, да, просто не предоставлено. Предоставлено, однозначно. Почему? Потому что, ссылаясь на то, что там между старым кладбищем и новым кладбищем, я не знаю, я не нашел это нигде, и ссылку мне не сбросили, потому что я просил, что можно там отступить 100 метров и делать еще одно кладбище. По логике вещей... То есть полоса безопасности. Ну, от чего безопасности, так и непонятно, да, мертвых от мертвых, извините, это нонсенс. То есть получается так, кладбище есть, отступили 100 метров, сделали еще одно кладбище, отступили в другую сторону 100 метров, еще кладбище. Но это, честно говоря, я не нашел ни в одном документе, федеральном, там, региональном, что это можно так делать. Я поняла. Дальше, понимаете, не соответствует выбранное место многим санпинам по уклону, да, по лесозащитной полосе. Вот. И поэтому, конечно, люди против. Понимаете, нам обещали в 2010 году при принятии генерального плана, что восточнее поселка Дачного инструкция будет развиваться. То есть будут дома строиться. Но в то же время на север, да, обозначено расширение кладбища. Кстати, это не расширение, то, что предлагает сейчас администрация, это строительство. Хотя во всех документах, во всех документах, в том числе и в кадастровом выписке из кадастров, написано, что для существующего кладбища, для расширения. И участок обозначался в генеральном плане для расширения. Понимаете, расширение и строительство – это совсем разные вещи. Это надо понимать. Сейчас дадим слово Алексею Михайловичу. Я смотрю, он заскучал. Видимо, вы-то уже слышали все эти аргументы, да. Алексей Михайлович, скажите, пожалуйста, каково это быть по ту сторону баррикады так хорошо подготовленных жителей, которые сампины изучили, кадастровые номера там все посмотрели, провели там, я не знаю, собственные расследования. Ваше мнение, где хоронить? Обоснованы ли их претензии? Ну, смотрите, я, честно говоря, уже на это много раз разговариваю. Я тоже не горю желанием, чтобы расширять там или делать новое городское кладбище на поселке Дачном. Я хочу сказать, что есть генплан города. Согласно генплану города, оно там находится. Я следую, извините, ступо букве закона. Мне это, скажем так, неким образом досталось. Оно есть. Прекрасно понимаю. Мы и Сергеем, несколько раз над этим разговаривали, и с инициативной группой разговаривали, что надо находить какой-то выход из сложившейся ситуации. На сегодняшний день, что мы прилагаем? Да, согласен, что там есть некий уклон. Если вот там, к примеру, хоронить с левой стороны, да, уклон идет в сторону Дачном. Мы тоже на это обратили внимание. Поэтому мы на сегодняшний день приложили следующую схему, что хоронить с правой стороны, это, скажем так, гораздо дальше от поселка Дачном, чем старый кладбище. Чтобы вот те воды, про которые они говорят, согласен. Потому что заключения, скажем так, нет по этим водам. Поэтому я сейчас не могу сказать, право ли они, не право. С этим даже спорить не буду. Уклон есть в противоположную сторону. Мы прилагаем хоронить с правой стороны, чтобы хотя бы вода уходила в противоположную сторону. Это раз. И мы все прекрасно знаем, что город Демитрорад окружен землям федерального значения. Чтобы мне сделать новое кладбище, на сегодняшний день мы рассматриваем два места. Это в районе Курлана и в районе, как ехать в Тиинск. Вот мы сегодняшний день два эти места смотрели. Ну, вот на сегодняшний день мы прозондировали и прекрасно понимаем, что нам перенести вот это кладбище с того места и сделать новый генплан, нам необходимо два года. Просто два года. Не в том, что там... Все должны понимать, что генплан города не рисуется в городе Демитровграде. Не глава города его рисует. Генплан на сегодняшний день рисует, чтобы вы понимали, в городе Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург согласует его с Москвой. Данное вот это кладбище, у нас фирма, которую проект делают, она находится у нас в Волгограде. Другая фирма находится в Хабаровске. Представляете, то есть не мы делаем, не чиновники, сидящие в администрации в городе Демитровграде. Ну, Алексей Михайлович, ведь проблема нехватки мест для захоронения возникла не вчера и не месяц назад. Они говорили как минимум только на моей памяти еще где-то в апреле месяца. Вы поймите, что, повторюсь, наша задача сделать так, чтобы, если менять это кладбище, на ближайшие два года мы где-то должны хоронить. Да, мы позвонили в Муловку, Муловка говорит, дадим вам на один месяц. Позвонились в другие районы, да, дадим, но это не выход из сложившейся ситуации. Наша задача просто вот на это время, пока мы переносим, переводим земли из одного состояния в другое, где-то людей хоронить. На сегодняшний день мы уже в Десерге, наверное, там несколько раз ездим, мы уже там на дорогах хороним, и уже где были у нас, извиняюсь, ямы, мы уже песком их засыпали. То есть делаем по максимальному, то есть пока у нас нету до конца. На данный момент до какого месяца возможно захоронение на действующем кладбище? Ну, смотрите, мы сейчас навозили туда земли, но я так думаю, что максимально, если мы, извиняюсь, как по-военному скажу, рогом упремся, то максимально все-таки это будет, ну, декабрь месяц. Это вот все, после декабря нам же хоронить будет негде. — В апреле-май месяце, когда уже было понятно, что мест не хватает и необходимо новое кладбище? — У нас спор, сначала спор у нас возник по дороге, что согласно новому геймплану города, дорогу проходит через поселок Дачный, ко мне пришла инициативная группа, вот там Сергей пришел, я с ними согласился, да, согласен, что там через поселок, скажем, неким образом будет проходить травмопроцессы, я бы тоже не был этому рад. — Поэтому, да, мы согласились, что давайте уберем дорогу так, чтобы, извиняюсь, травмопроцессы не проходило через город, нашли другой путь обхода, вот, потом уже, соответственно, пошла волна, что мы не хотим здесь кладбище, и вот здесь у нас как раз пошли вот эти вот мероприятия. — Решение о том, что там нужна дорога к новому кладбищу, она пришла даже не весной этого года, когда определялись дороги, которые в 2017 году будут ремонтироваться за счет региональных средств, да, то есть они готовились годом раньше, то есть уже тогда шел разговор, на данный момент, как минимум год назад шел разговор о том, что там пойдет дорога на новое кладбище, то есть уже знали, что там будет кладбище. — Как-то это с жителями вообще обсуждалось, то есть год назад это было, как минимум? — Ну, смотрите, я говорю про те документы, которые у меня находятся на сегодняшем, на сегодняшем у меня на руках. Согласно этим документам, что у нас были публичные слушания, согласно публичным слушаниям, что в этом месте будет находиться кладбище. — На публичных слушаниях, я так понимаю, присутствовали жители района? — Согласно... — Большой вопрос, конечно. — Ну почему? — Сергей, вы были на этих публичных слушаниях? — Вы знаете, сказать не могу, но вот Алексей Михайлович, значит, по поводу публичных слушаний. Понимаете, мы не вникаем в суть дела, пока, как говорится, нарыв не скроется. Вот я не специалист, я занимаюсь в своей области, но я считаю так, что когда были публичные слушания, да, во-первых, они прошли с нарушением, почему? Потому что закон определяет, что публичные слушания должны быть не позднее, чем, значит, информация о публичных слушаниях не позднее, чем за месяц до публичных слушаний. Первая информация поступила по данным администрации города, значит, 27-го, если мне память не изменяет, мая, вот, а первые публичные слушания уже прошли 21-го июня, то есть месяц не выдержан, и тут уже начинаются нарушения. И вот только 27-го июня, да, выдержан срок, это чисто по дачному поселку. Значит, как бы в протоколе написано, что присутствовало 53 человека, о чем я сомневаюсь очень глубоко, понимаете, потому что у нас на сходах-то приходит там человек 15-20 от силы, самых активных, которые, ну, болеют за свой поселок, вот. На публичных слушаниях идет регистрация всех, да, вот мы регистрацию так и не увидели, потому что... А вы просили вам ее показать? А мы просили вообще все документы показать, которые, значит, относятся к этому кладбищу. Первое, это постановление правительства о том, что, о согласовании участка, да, то есть, как было согласовано, мы не поняли, не поняли, извините, каким образом вообще происходило это согласование. Второе, никаких разрешительных документов, вот чисто по этому протоколу, там всего две или три строчки указано, что предусматривается выделение участка, согласованность там с правительством Российской Федерации для расширения, еще раз повторяю, для расширения, это в 10-м году происходит, да, 7 лет прошло, для расширения кладбища. То есть, нормально человек понимает, вот есть кладбище, там 20 гектар, к примеру, да, или там 12 гектар, расширение, это подразумевает его расширение. Но мы же не вдаемся в этот момент и не должны знать о том, каким должно быть по размеру кладбище максимально, да, люди об этом не знают. Так вот, когда, значит, если публичные слушания были, они, возможно, были, не отрицаем, но человек, который владеет этой ситуацией, узкий специалист по этим вопросам, да, он должен был четко, понятно, ясно донести до людей, что вот здесь будет кладбище, да, что максимальный размер, значит, должно быть столько-то на сегодняшний день, столько-то, то есть нарушается это, не нарушается. Этот вопрос не был обсужден. Почему? Потому что поселок Дачный были обозначены следующие, значит, районы, которые, как бы, окружают поселок Дачный. Это Диком, это шламохранилище, которое к нам отношения не имеет, оно за территорией, да, это полигон ТБО, который за 5 километров находился от нас, да, но не слово, а кладбище. И вот эти вопросы, которые были обозначены, ну и сам поселок, соответственно, Дачный, которые были обозначены, они обсуждались. Но так как к поселку кладбище как бы не относится, оно расположено ближе всех перечисленных мной объектов, да, то и обсуждения-то как того не было. И я даже не могу сказать, доносилась ли до нас информация о том, что идет расширение кладбище. Ну, висит, скажем так, вот схема, да, какие там квадратики, что там обозначено, что это за кусок земли, там же не написано кладбище, понимаете, просто вот... — Алексей Михайлович, понимаете, почему люди теперь не могут знать эти два года? — То есть изначально информация просто была как должна, должным образом, не донесена до людей, понимаете, это первое. Ну, а потом, вот когда мы начали разбираться с дорогой и потом начали вникать во все эти вот документы, то есть, получается, на сегодняшний день у администрации есть генплан, да, есть кадастр, все, больше ничего нету. Хочется, задаю вопрос, вот Алексей Михайлович, сколько раз задал вопрос, как же вы работаете на этом участке, вырубили лес, да, когда у вас нет ни изысканий, да, нет проекта. То есть, проект подразумевает, что различные там экспертизы, изыскания, и все остальное. — А где мы сейчас этот вопрос Алексею Михайловичу? — А их-то нет на сегодняшний день. — Алексей Михайлович, как вы, Сергей, подождите. — Алексей Михайлович говорит, декабрь месяц, а декабрь месяц, я понимаю для себя, что будет к этому времени подготовлен проект, да, который позволяет уже производить захоронение, потому что на сегодняшний день, на том участке, который вырублен, да, захоронение производиться не могут просто потому, что нет проекта, разрешения нет на это, понимаете? — Алексей Михайлович, как получилось, что незаконно столько леса вырубили под кладбище? — Я один момент, на самом деле скажу, Сергей правильно сказал, что у нас народ начинает в некую тематику вникать, когда уже там нарыв выходит наружу. Поэтому до этого времени, пока кого-то что-то не касается, у нас тишина и гладь, это во всем и все. — Это всегда так, да? — Вот, я же говорю, например, даже если вот, я же тоже не уверен, мы начнем где-то там новое кладбище делать, проведем все публичные слушания, через там пару лет придут граждане и скажут, вот, извините, а мы тут не хотим. — Нет, скажите, пожалуйста, как у нас получилось, что у нас столько леса было вырублено, насколько я понимаю, незаконно? Об этом говорил помощник прокурора. — Ну, это еще не раз лес, там вырублено два или сколько гектара. — Еще раз повторю, я обозначаю свою позицию, понимаете, я пришел к тому, к чему пришел. Моя задача, как руководители города, ни сегодняшний момент, сделать так, чтобы не было вот этой конфликтной ситуации. Я прекрасно понимаю, что мне надо людей хоронить. Я не буду говорить, кто плохой, кто хороший. Вы были публичные слушатели, там было 54 дней, не было чем. У меня там тоже на этих публичных слушателей, я там тоже не присутствовал. Поэтому я не буду там говорить, Сергей, там прав-неправ, как все это дело продать. Я тоже не буду говорить. Я хочу мысль суда сейчас, что на сегодняшний день хоронить в городе Травгазе негде. Мы должны найти то место, где мы должны хоронить. Ради бога. Я же говорю, давайте совместно найдем то место. — Ну, вы совместно, вот кроме двух вариантов, о которых вы говорили, что-то предлагали? — Вариантов на самом деле больше нет. В моем понимании самое хорошее место – это Курлан. — Да, дорога на Курлан, больше мест, по большому счету, и место более-менее. — Вы жителям предлагали эти варианты? — Это жители предложили в сторону Курлана рассмотреть места. То есть это уже инициативная группа предлагала всем. Потому что, понимаете, мы начали так как? Мы, когда люди-то начали возмущаться, чтобы это было не хаотичное, скажем так, движение, создали группу инициативную, значит, определились задачи, позиции и цель, которая должна достигнута. А цель одна – не дать этому кладбищу быть как таковому, понимаете? И, соответственно, начали уже с низов, то есть глава администрации города, исполняющий обязанности, службы все дошли до Алексея Михайловича, дальше до представителя правительства Ульяновской области, губернатора, еще ответ от него не получили. А сейчас, понимаете, дело в том, что мы топчемся на одном месте, топчемся. — Нет, ну, может быть, это вы так считаете, может, Алексей Михайлович может парировать и сказать... — Алексей Михайлович, задает вопрос, где мне хоронить? — Стойте, дайте, Сергей, еще раз. — Но этот вопрос должен не к нам быть задан, потому что, понимаете, в первую очередь, цель совершенно не дать, что там не хоронить, а задача, где людям хоронить. Вот основная цель. — Ну, ответ на этот вопрос, Сергей, на мой взгляд прав, что должны искать не люди, а власть имущие. — Стойте, я же еще раз повторюсь. Да, ради бога. Если, например, я вот, например, нашел там в районе Курлана, говорю, здесь будем хоронить. Все раз, развернулись и сразу там начали хоронить. Ну, вы же понимаете, что это невозможно. Но я же повторяю, чтобы нам все эти документы оформить в быстром, ускоренном виде, что у меня люди будут не письмами, там, я не знаю, там, в Хабаровск, в Питер, в Москву, в Волгоград, а будет, извините, на машине, там, на поездах, на самолетах есть, мне на это надо будет два года. Я же говорю, я же предложил, что будем хоронить с правой стороны, а через два года будем документы, я примерно... — Алексей Михайлович. — На данный момент что сделано? Начиная вот, когда апрель-май вот этот нарыв вскрылся, что за эти практически полгода было сделано, Алексей Михайлович? — Еще раз, на сегодняшний день мы, как я объяснил, что с правой стороны там ту же дорогу мы делаем, потому что, извиняюсь, если хоронить будем, то сейчас там, я не знаю, пешком не пройдешь только на танке. Сейчас там примерно делаем направление, обозначаем дорогу, сейчас там и бой привезли, вы тут показали, сейчас туда и крошкой примерно будем. — Вы имеете между кладбищами? — Ну да. — Что еще было сделано? Может, какие-то письма были куда-то направлены, в какие-то инстанции? Я вот хочу, я пытаюсь понять, за полгода, вот вы попросили у людей два года, а что за полгода было сделано? — Почему вы решили, что это сам за полгода? У нас встреча была-то по большому счету месяц назад. — Мы сейчас вот... — Вскрылась ситуация? — Она скрылась раньше намного, но, Алексей Михайлович, мы начали встречаться уже в августе, да, скажем так. И собрание проводилось 19 августа. Но смотрите, какая ситуация. Что предлагает Алексей Михайлович? Они просят там 4 гектара или там 6 гектар, да? — 6 гектар, да? 36 с половиной плюс 6 — это уже превышение. — Уже превышение. — Это новое кладбище будет. — Не путайте, Алексей Михайлович, это не новое кладбище, это расширение старого кладбища. У вас во всех документах написано расширение. Следующее. Два года. Люди считают, два года. Понимаете как? Когда мы встречались, было предложение сначала полтора года. Потом все-таки они там совещались, напряглись. Два года. Понимаете? Это, я думаю, что если напрячься, то можно это сделать и быстрее. — Можете, Алексей Михайлович, расскажи. — Но если бы Алексей Михайлович, вот смотрите, ошибка была в чем, Алексей Михайлович? В том, что, как бы, я думаю, что не совсем до конца продумали то, что должны были продумать. То есть, если бы они предложили расширение до 40 гектар, да, и сказали, вот, допустим, мы еще 3,5 гектара земли, так, и нам нужно там полтора года максимум, да, и соответствующий контроль и все такое и тому подобное. Почему? Потому что люди прекрасно понимают. Алексей Михайлович, да, на сегодняшний день находится на этом посту. Он дает свое слово, там, офицерское, там, не офицерское, там, главы города. — Документально оформляет. — Но, документально оформляет. Сдаю вопрос, Алексей Михайлович, где гарантия того, что через год, да, а через год будут выборы наверняка, правильно? Я понимаю, главы города, да, вы останетесь на этом посту и будете это дело контролировать дальше. Нету гарантии, понимаете? И поэтому даже в этом случае, в этом случае люди просто, ну, не хотят идти на поводу к администрации. Почему? Потому что, я говорю, недоверие очень высокое, очень высокое недоверие со стороны, но сейчас понимаете, как получается, люди гордо разделяются, так как это обсуждение идет в соцсетях, да, люди гордо разделяются. Поселок Дачный весь против, но остальная часть города, это же не весь город, правильно? Она так, кто-то против, кто-то за, кто-то лояльно относится. Поэтому хотелось бы предостеречь вот Алексея Михайловича, да, для того, чтобы он сам не давал поводов, и его подчиненные, для того, чтобы стравливать вот народ, который определяется, не определяется, то есть жители поселка Дача с основной частью города. Потому что, в принципе, тем людям, которые живут там в соцгороде, и у них там все прекрасно, у них там все хорошо, да. У них нет кладбища. У них нет кладбища, да, у них все хорошо, у них там цветники и клумбы, и все остальное, дороги хорошие, или там район порта, Олимпа, все замечательно, да. Им, честно говоря, удобнее, чтобы кладбище было на поселке Дачном, потому что это доступность, потому что, как бы, к этому все привыкли. Вы знаете, мы не хотим, чтобы наш вот район, по большому счету, превратился в одно большое похоронное бюро. Почему? Потому что, исходя из опыта, да, уже столько лет живем там, поминальные дни, это нам не проехать, не пройти, потому что вся дорога, она забита машинами, люди, понятно, что люди едут на погост, помянуть своих родных, близких, никто против этого. Ну, когда это кладбище разрастется до масштабов, понимаете, каких, да, у нас весь поселок превратится в одно большое кладбище, понимаете, то есть кладбище, а мы как похоронное бюро, потому что, вот хочу спросить, Алексей Михайлович, на сегодняшний день определён, значит, исполнитель проекта, да, вот у него тех задания на все 28 гектар, или определена та часть, о которой вы хотите, вот, вообще, честно говоря, хотя бы это осветите, чтобы все поняли, но я считаю, что на сегодняшний день, да, это ваш шанс расширить до 40, то есть не нарушая ничего, и полтора года, но это, это, честно говоря, в принципе, ваше мнение, да, но мнение жителей поселка Дачного, не уступать ни пьяде земли, и они будут стоять на своём до конца, я не поверю. Алексей Михайлович, ответить на заданный вами вопрос. Спасибо. Знаете, чем отличается Болтуна от человека, который говорит правду, что Болтун, что хочет, то и говорит, я не ваша сына и вообще, я именно правду, а человек, который говорит правду, он говорит правду, я мог, извините, на собрание сказать, давайте, друзья мои, в течение там полгода оформим все документы, ура-ура, похлопнут друг другу, я прекрасно... Два года и полгода. Погодите, я прекрасно понимаю, что вот мне надо два года, если бы, например, у меня было в голове там обмануть жителей посёлка Дачного, я мог что хоть наплестить им там, просто ура, с музыкой, я думаю, что необходимо там два года, поэтому я этот срок и поставил вот эти два года. Алексей Михайлович, на что нужны эти два года? Может быть, просто люди были настолько возмущены, что как бы частично не дали вам высказать, да сказать свою мысль. Два года конкретно на что? Я же понимаю, что наш Димитровград ещё окружён федеральными землями, чтобы переделать генплан города и перевести все земли из федералов в муниципалы. Вот и всё, это очень долгая процедура. Давайте так, вот полгода нам нужно, чтобы переоформить земли. Ещё полгода нам нужно, вы не понимаете вот эти два года. Стойте, я не в такой степени вам специалист, по большому счёту. Моя задача набрать нормальных толковых специалистов, которые должны отвечать за свой фронт работы. Правильно? В голове у главы города всё это не умеется. Это не моя задача, например. Моя задача именно набрать нормальный толковый коллектив, который чётко выполнял поставленную задачу, и не было вот этих СБ. Ещё повторюсь, у меня нет ни в коем разе в голове таких мыслей, чтобы столкнуть горожан. Я же даже в интервью сказал, моя задача не допустить вот этого конфликта. Вот это моя основная цель приезда, донести, что я не хочу, чтобы здесь проходили какие-то конфликты. Вот и всё. Поэтому я с миром прихожу и пытаюсь договориться. Я вот ещё раз повторюсь, да ради бы я там напишу все необходимые документы, мы документально, юридически всё оформим, чтобы хоронить людей мимо нас с правой стороны в течение вот этого срока, пока мы будем переоформлять весь порядок документов. Повторюсь, почему про вот эти 28 гектар дополнительно, я тоже, когда, например, мы уже со своими специалистами разговаривал, там не то, что, например, мы там в голове посидели, там, да, эти 3 гектара, 8, там, ещё что-то, там идёт некая формула, которая зарабатывает количество жителей в городе, сколько умирает, и поэтому на какой-то промежуток времени выделяется вот этот метраж. Он вот отсюда выходит. По большому счёту. Ну, нет, вы не ответили мой вопрос, который я задал по проекту. Вот. И, Алексей Михайлович, давайте обратим внимание на то, что на сегодняшний день, да, ничего, неразрешительных документов, никаких разрешительных документов, кроме кадастра и генплана у вас нету. Правильно? Я не спорю с этим. Но, смотрите, о том, что Харадин некогда, Сергей Александрович Выжимов ещё в мае, потом в июне говорил, мест максимум на месяц, но потом на два. Уже прошло 24 лет. Да, до декабря. Сейчас, ну, слава богу, до декабря у нас. Мы же вас... Да погодите, дайте ещё раз повторю. Да, никто же не это, но конкретика должна быть. Вот смотрите, на сегодняшний проект на 28 гектар всё-таки запущен или всё-таки то, что Вы там предложили? Нет, я просто для понятия. Ещё раз запущу на 28 гектар, потому что, ещё раз повторюсь, мы не можем по-другому сделать. А как? Ещё раз повторюсь, если Вы покупаете машину пятиместную, Вы же не говорите, что Вы будете всю жизнь там пять человек вложить. Смотрите, вот теперь, исходя из этого, то есть Вы говорите, на 28,5 гектар, исходя из этого, когда будет готов проект, да, проект, то оспорить его можно будет только в суде. Понимаете? Да причём... Только в суде. Почему? Потому что этот проект со всеми изысканиями, если он будет согласован, да, то Вам, честно говоря, ничто не будет препятствовать для того, чтобы полностью освоить эти 28 гектар. Вот я, стойте, погодите, я как курица с яйцами за Вами бегаю, говорю, давайте мы будем 8 гектара осваивать, 6, вот хожу, говорю, давайте 6. Если нет документов, вот сейчас я думаю, что вопрос должен звучать, потому что не так эмоционально, если нет документов, разрешающих там хоронение. Генплант, гордый. Он не разрешающий документы, это направление. Стойте, давайте... На каком основании мы там будем хоронить Димитровградцев? Давайте так, погодите, если я беру слово, то дайте я буду говорить, договорились, всё, слава Богу, а то у нас получается некий монолог. Спасибо. Ещё раз повторю, на сегодняшний день проект у нас готовится, проект готовится, повторюсь, в городе Волгограде, не в Димитровграде, не главой города он рисуется. Это по... то, что мы разыграли эти документы, они ещё были там разыграны в апреле, в мае месяце. Они должны быть готовы нам ближе к ноябрю месяцу. Всё. Я же говорю, он будет готов к ноябрю месяцу на 28 гектар. Я же говорю, что мы там не хороем. Я вам предлагаю, давайте мы из 28 сделаем 6 гектар. Вот я же вам предлагаю, давайте 6 сделаем. Согласны? Нет, не согласны. Потому что, Алексей Михайлович, вот смотрите, мы опять возвращаемся к тому, что всё-таки земля предполагалась для расширения, понимаете, не для строительства нового кладбища. И на сегодняшний день, на сегодняшний день, люди понимают, что проект, вот о чём люди говорят, что вы предлагаете, но проект запущен на 20, вы же нечестно не сказали, что проект запущен на 28 гектар, понимаете? И в дальнейшем вам просто ничего не препятствует для того, чтобы... Это нам только там, знаете, как лечь и... Что такое? Вроде вот сейчас говорим, 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 давайте на 6 гектар. Хотя, конечно, до этого не дойдёт, но 6 гектар, вы знаете, это не выход, я считаю. Это не деловое предложение. Потому что, вот смотрите, давайте так, в 2012 году согласован генплан. В 2014 году согласован этот участок и занесён в кадастр, да? В 2015 году этот участок становится собственностью города Димитровграда, муниципального образования. Вот. Когда вот это вот начинается, да? И смотрите, с 2014 года, или давайте с 2015 года, да? Проект должен быть уже давно сделан. Согласитесь? Давно сделан. Разработан. Всё должно быть исследовано, обследовано, соединены все санитарные зоны и всё такое. На сегодняшний день даже проект, он только запущен, понимаете? Будет готов. Два года прошло, ничего не было сделано. Ничего. В мае месяце, кстати, я тоже задавал вопрос Алексею Михайловичу. Вот смотрите, там у нас Димитровградская институционные там проекты, да? ДИП. ДИП. Они завалили всё, что могли завалить. Не спорю. Вот. Алексей Михайлович вообще ратовал за то, чтобы эту структуру уничтожить, да? То есть убрать её. Потому что, ну, скажем так, по-русски драмоеды. И участок передаётся в собственность ДИПу в мае месяце. Это, знаете, как нарочно, да? И сейчас, по идее, они занимаются, да? Этим участком. Вот. Это правда ДИП занимается этим участком? Стойте. Сергей, подождите. Алексей Михайлович, ДИП занимается этим участком? Ещё раз повторюсь. Самое главное во всех организациях, кто ей командует. Правильно? Да. Ну, правильно, если ездить дебила, посадив танк, он делов столько наделал, что мама не горюй. На сегодняшний день, на сегодняшний день руководитель ДИПа сменён. Там новый руководитель в ДИПе. Чтобы поменять структуру администрации, должен прийти новый глава администрации. На сегодняшний день глава администрации в городе нет. Проходит конкурс, который будет у нас объявлен только в конце октября. Придёт новый глава администрации, и всё это дело будет налажено. На сегодняшний день по закону мы не имеем права вот это производить. Я сказал, что ДИП нам не нужен. Его не будет. Но по закону мы должны убрать, когда придёт новый глава администрации. Всё. Сергей, я поняла вашу позицию. Сейчас вы более чем подробно описали позицию жителей посёлка Дачино. Я сейчас предлагаю Алексею Михайловичу сказать всё, что он хочет сказать по поводу данного вопроса, чтобы ещё раз быть услышанным жителями, в первую очередь, посёлка Дачный. Ещё раз повторюсь, товарищи жители данного посёлка, повторюсь, что у меня нет никакого там желания в вашем дачном посёлке строить новое кладбище и ещё что-то, неким образом вам портит жизнь. На сегодняшний день у меня на руках находится генплан. И сменить его вот так вот с щелчком пальцев я не смогу. Чтобы сменить генплан, взять мне новые земли и сделать новое кладбище, мне необходимо два года, поэтому у меня обычные нормальные предложения. Здесь уже Сергей говорил, что там вода не шла в сторону посёлка Дачный. Кладбище имеет такой полукруг, вот мы, чтобы вода не шла не в сторону посёлка Дачный, а в противоположную сторону от посёлка Дачный, мы предложили тот угол в районе 6 гектаров в течение двух лет производить там захоронение. А как мы подготовим все необходимые документы, я так понимаю, всё-таки мы направлены там в сторону, скажем, Курлана, сделаем там новое кладбище. Будем хранить там на сегодняшний день. Повторюсь, что да, документов там неких, про которые он говорил, их нет. Я с этим даже спорить не буду. Они должны быть у нас готовы к ноябрю месяца. Поэтому до ноября, до декабря мы там хранить не будем. На сегодняшний день мы максимально расширяем наше существующее кладбище. То есть там все овраги мы засыпали, и вот, скажем так, в ноябре, в декабре будем уже там хранить. Но потом надо искать какой-то выход. Выход нужен. Выхода нет. Сегодня. Мы выищем выход. Не в декабре, не в ноябре, и не уповать, как говорится, на Бога. Сергей, я поняла, к сожалению, программа у нас тоже ограничена по времени. Я предлагаю все-таки, Алексей Михайлович, то есть ваша позиция в данном случае понятна. Вы пришли, пытаетесь разобраться, нужно время, бюрократические припоны. Я понимаю позицию жителей поселка Дачный. Жить рядом с покойниками, растить там детей тоже как-то, ну, не совсем, наверное, предел мечтаний. Я думаю, что, может быть, все-таки власти и жителям почаще встречаться вместе для того, чтобы обсуждать совместно поиск решений. Как вы считаете? Я же не бегаю ни от кого, господи. Ради бога. Я же сам предложил. Давайте создадим комиссию. Вы что ответили? Мы ее не хотим. Ну, а как? Ну, нам надо... Потому что не устроило то... Стойте, еще раз повторю. Не устроило то... Еще раз повторю. Еще раз. Если нам надо находить какой-то консенсус, надо общаться. Я согласен. Оппозиция такая, что мы не хотим с вами общаться, это мы никогда к этому не придем. А никто не говорит, что не хочет с вами общаться. Гадите. У меня же предложили, давайте создадим рабочую группу. С этой рабочей группой мы будем все эти тонкости искать, новые места находить. Потому что мы сказали, 6 гектаров это много, 2 года это слишком длинно. Дело в том, что, понимаете, скрывается такой факт, что за 35 лет на старом кладбище до сих пор нет проекта рабочего. Вообще проекта нет. То есть он вне закона? А я не знаю, вне закона оно или как, но там не соблюдены ни одни санкпины, потому что даже взять расстояние от ближайшего домова до кладбища, там порядка 250 метров, это первое нарушение. Отсюда все исходит. Если 35 лет кладбище существует, на него нет рабочих проектов, документов, то на сегодняшний день, понимаете, я не знаю, это надо иметь 100-200% аргументов железных, чтобы людей убедить в чем-то. Я скажу так, бремя у Алексея Михайловича тяжелое. Все решения, которые он примет, это чисто, он будет, ну, это все на его плечах, отвечать ему. Ну, а подсказать какое-то решение, возможно, может быть, жители подскажут, но они не решают эту проблему. Я согласен, еще раз повторюсь, мы рабочую группу делаем или не делаем? Это вот знаете как, давайте так, назначите встречу, еще раз подумайте, обозначите, вот мы сейчас ждем, значит, на сегодняшний день ответ от губернатора, да, значит, эта тема уже вышла за рамки нашего региона. Сейчас вот депутаты взяли тайм-аут 2-3 недели, хотят посмотреть документы и тоже какое-то решение. Мы тоже хотим услышать мнение депутатов нашей городской думы, да, это важно. Вот, ответ губернатора, соответственно, программы, которые были отправлены письма, это «Человек и закон», там, на НТВ, они рассматриваются. Хотелось бы, чтобы, конечно, это все осталось и не выходило, и чтобы процесс был решен мирным путем. Хочется, но не верится, понимаете, вот самый главный аргумент, не верится. Еще раз повторюсь, понимаете, если бы все вот эти, куда бы письма написали, там, НТВ еще, они пришли и сказали, друзья мои, вот такой выход, да ради бога. Но выход, вы поймите, никто не предложит, никто не предложит. У нас на сегодняшний день в России, знаете, у нас, дайте я договорю, еще раз говорю, у нас в России образовалась некая каста людей, которые могут тупо показывать, вот это плохо, вот это плохо. А предложить и работать вот этих людей крайне мало. Поэтому я говорю, давайте создадим рабочую группу, согласитесь, я за вами бегаю, как курица с яйцами. Не вы за мной, Алексей Михайлович, давайте… Сначала мы бегали. Повторюсь, я к вам пришел и говорю, давайте создадим рабочую группу. Вы говорите, нам не надо, хотя по большому счету из логики вещей вы должны прийти, давайте создадим, будем общаться. Я за вами бегаю. Мы создали рабочую группу для того, чтобы общаться, понимаете, и начали общаться, дошли до вас. Потому что, как вы говорите, у меня есть специалисты, которые этим занимаются. Ваши специалисты ничего не решают, они кивают наверх, понимаете. Вот ваши специалисты, они ничего не решают, без отмашки. На сегодняшний день все прекрасно знают, что администра, многих чиновников с администрацией я поувольнял, но на сегодняшний день набрал достаточно толковых, нормальных людей, которые в этом деле понимают. По большому счету, я же говорю, я не пытаюсь никого обмануть, и шарики не пытаюсь надувать. Еще раз повторяюсь, если бы хотел вас обмануть, еще что-то, я вам сейчас бы там столько дури нагнал. Еще раз повторюсь, я говорю, давай создаем рабочую группу, и мне необходимо два года, чтобы изменить вот этот проект. Выхода другого нету. Даже если, говорю, НТВ, если при этом с НТВ депутаты Госдумы, и скажут, Алексей Михайлович, вот вам выход, да я скажу, скажу, друзья мои, большое вам спасибо. Я думаю, что вообще в этом вопросе очень рано ставить точку, да, это такая запятая жирная получается. Я думаю, что в первую очередь, конечно, нужно встречаться и разговаривать с жителем и власти. Затем спасибо большое. Мы пытаемся это делать, спасибо. Спасибо, но время покажет. Остается только надеяться, что власти и жители все-таки найдут точки соприкосновения в решении данного вопроса. На сегодня все. Это была программа «По правде говоря», в которой мы пытаемся получить честные ответы на справедливые вопросы. В студии издательского дома «Ульяновская правда» была Наталья Васильева. До встречи в эфире и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова